доброе утро дорогие друзья начинаю новый влог девочки это мариша она приехала с сережей со своих ресничек вот она с ресничками с новыми эти маникюрчики покажи маникюрчики у меня вот такие новогодние с оленями такие и скромные и с оленями и со снежинками вот так она солнце еще играют перламутр не пил блестки блёсточки не меленькие такие меленькие тут покрыта еще такими вот так и мариша что ты хотела про карты сказать про карты предлагаю маме рубрику скажи что ты скажи что ты скажи что ты изучаешь сейчас вот эти все я как бы тут дело тоже чем не изучать мы этим занимаемся с восемнадцатого года это да но ты сейчас активно изучаешь все вот эти варианты я подписана на многие группы где люди выкладывают какие-то расклады и просят их расшифровать я расшифровываю и потом проверяю с теми кто комментирует и в принципе понимаю что я тоже очень близко а иногда и все более даже точно вижу научилась более точно видеть не строго по книге открыл прочитал а уже еще девочки вот таня заруба моя как посмотри были вылетела из головы моя землячка наша землячка да 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 и я стане вообще часто очень встречалась вот очень приятная девочка вот вот таня попросила чтобы мы посиделки новогодние выставили но что-то сделаем да у нас программа была главное чтобы какие-то обстоятельства не вмешали что не попортили программа программа была скромненькая по семейному потом в парах еще на софиевскую площадке прекрасно семейный праздник да и вот я еще думаю может быть настюша нам поможет там ну где-то на полчаса выйти в прямой эфир ну мы можем ну вот возможно будет и прямой эфир да возможно там сколько прямые эфиры прямые эфиры мама меня поймала и заставила меня вот это вот да мариша хотела в новой кофточке предстать в новом да она говорит я по-домашнему старая кофточка у меня будут жду вот ну а я думаю пока те новые кофточки а уже ну пока ты их получишь а тут я тебя раз и поймала ну вроде ответили на вопрос я тебя выключаю посмотрите какая у меня елка розовая классная так что хотела сказать хотела сказать что мы с серёжей сейчас идем гулять в парк по морозу по снегу и это очень радует друзья мы с серёжей идем сейчас на прогулку и я увидела вот смотрите люк от люк теплотрассы и вот сколько голубей на нем я не хочу подходить близко чтобы их не напугать смотрите там пар даже идет из люка и они все там сидят и греются видите эти камни идут но я без ничего и вон второй люк два люка и на обоих люках голуби вообще интересно как так девочки вот мы в парке пришли это серёжа собственной персоной а показывает он вам мой термостаканчик там кофе но только для меня потому что серёжа сказал что он кофе пить не будет и я положила туда сахар теперь я буду пить кстати кофе с молоком здесь сегодня пусто несмотря на то что четверг ну вот отдельные люди ходят и мы в том числе день солнечный ясный серёжа говорит вороны поют обычно он говорит что птицы кричат я даже он говорит птицы орут а вот про ворон он уважительно вороны поют вот что хочу сказать сейчас серёжа будет меня завидовать я буду пить кофе с молоком а серёжа будешь завидовать мне вот хорошо он сказал да будет по кофейку серёжа завидовать громче завидаю мы Детеночек. Очень вкусно! Все, выключай. Так, друзья, я уже выпила кофе. Вот стаканчик. Да, выпила кофе. Сережа мне обзавидовался, а я получила море удовольствия. И сейчас пункт номер два. Пункт номер один это был кофе. Пункт номер два. Ой, подождите. Сереж, подержи. Сейчас я Сереже передам эстафету. Так, держи. Антре. Он не знает. И тут я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. Подсматриваю. И тут я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. Пачку орешков. Ну, это уж поделимся. А кофе ему было нельзя, там сахар. Итак, друзья, мы съели орешки. И сейчас холодновато, прохладно сидеть на скамейке, поэтому мы уже уходим. А вообще-то скользко немножко. Хотя дорожки расчищены. Вот. Ну, не полностью, но частично расчищены. В принципе, гулять можно. Но получается... Получается, что мы уже прогулялись и будем идти домой. Что-то я ещё хотела сказать, но забыла. А сейчас мы с Серёжей хотим съездить на Петровку. Посмотрим. Чего-то там мне хочется посмотреть. Чего-то хочется. Так, друзья, я продолжу свою мысль. Знаете, я сейчас действительно записываю вопросы в блокнотик и сделаю одно видео. Накупится где-то порядка 10 вопросов. И я сделаю одно видео вопрос-ответ. Вчера я была вот в этих серьгах. Сейчас покажу. Ой, куда показывать-то? Вот в этих. Просто такие серебряные петелечки. Да, накопятся и будет видео вопрос-ответ. А сейчас я о чём хотела вам рассказать. Я хотела рассказать вам, как я худела. Не специально худела. Это было летом, когда начался наш переезд. И я, в общем-то, за время упаковки и распаковки похудела на 2 килограмма. А потом вот это всё-таки какой-то был очень сильный стресс. Именно вот эта упаковка, распаковка, перевозка вещей. Вот это был сильный стресс для меня. Это было сложно. И я, приехав сюда, где-то, наверное, недельки через 3, заболела. Я вам говорила. Я переболела, даже не знаю, чем. Я тогда заказала с iHerb мультивитамины, витамины группы В. И я не знаю, то ли так совпало, то ли действительно я отравилась этими мультивитаминами. Хотя в Николаеве я заказывала и прекрасно я пропила целую бутылочку, разделив её с Маришей успешно. А тут получилось, что... Нос чешется. А тут получилось так, что я, выпив одну капсулу, заболела. Возможно, так совпало. И я тогда ещё делала видео и сказала, что я их выбрасываю. А потом что-то меня, так, моя жаба придушила, и я их не выбросила. И они до сих пор стоят, и я боюсь к ним прикасаться. Ну, постоят, постоят, со временем выброшу. Вот. И также витамины группы В. Я заказала тогда этих витаминов где-то на полторы тысячи гривен. И вот они все благополучно стоят и ждут, когда я их выброшу. Боюсь к ним прикасаться. Так вот, я тогда заболела. Может быть, это какой-то даже вирус был. Ну, не из тех, о которых сейчас говорят, да, пиарят их. Нет. Что-то другое было. У меня весь ЖКТ был, короче, воспалённым. И лечилась я безуспешно, потому что не тем лечилась, чем вообще-то надо было. Мне поставили панкреатит, которого у меня, в принципе, ну, нет. Панкреатит, холецистит, это как бы такое. Вот. Я смотрю доктора Евдокименко, это мой любимый врач. Хотя у меня много любимых врачей и мануальных терапевтов. Я смотрю, я подписана. Вот. Я как моя мамочка, я люблю вот это вот в медицине покопаться. Вот. И вы знаете, такой простой способ мне помог. Метилурацил в таблетках. Ну, в общем-то, это именно для меня. Это ни в коем случае я никому не рекомендую. Только врач. У меня тогда не было врача, я вам жаловалась. Не брали. Потом уже в МВД, в Серёжину мы устроились. А так не брали. Вот. И вы знаете, мне помогло буквально я дня два попила его три раза в день. И я почувствовала, что мне становится совсем по-другому и хорошо. Вот. И я где-то недельку или дней десять, наверное, опила его. Вот. И всё. И слава богу, нормализовалось. Убрала воспаление с кишечника. Со всего, по-моему. Вот. Ну, как-то так. Я не помню, что ещё, но это основное было лечение для меня. Да, ни в коем случае никому не рекомендую, девочки. Это я говорю, есть врачи, идите к врачу, если вдруг что. Потому что у каждого своё. Вот. Так вот, я тогда была очень обеспокоена своим состоянием. И за время болезни, где-то в течение десяти дней, двух недель, я потеряла больше трёх килограммов. При том, что аппетит у меня не ушёл. Аппетит был при мне. Вот. И я тогда... И я весила 77 килограммов. В общем, получается, с июня месяца по сентябрь у меня потерялось 5 килограммов в связи с переездом. И, ну, я ходила. Уже потом, когда в МВТ мы устроились, я обследовалась. Я и тут платно обследовалась, там бесплатно обследовалась. Ну, короче, всё нормально. И доктор, который делал мне УЗИ, такой, я уже, по-моему, говорила об этом, такой, ну, мужчина где-то моих лет, как бы, я же ему ничего не говорила, делает УЗИ и говорит, у вас всё хорошо, главное, не начинайте поправляться. Я подумала, ну, в принципе, как бы я и не могу, но вслух я этого не произнесла. У меня не получалось даже удержать вес, он у меня падал и падал. А потом, когда вот это вот устаканилось, я спрятала весы, перестала взвешиваться, потому что я реально была обеспокоена. Анализы все нормальные, УЗИ всё нормально, вот, а как бы вес остановился вот на 77, и он никуда не движется. Вот, ну, в принципе, я потом, чтобы не волноваться, я перестала взвешиваться и взвесилась вот буквально позавчера. Ну, почему, собственно, взвесилась, потому что почувствовала, что, ну, я чувствую под руками, что я набрала вес. Я так, ах, ощущается под руками, как-то так, вот. Да, и я вернула свои 80, немножко даже лишних, 80-900, 80 килограммов, 900 граммов, вот. Зачем я всё это рассказываю, так просто поболтать, охота. Вот таким образом я, как-то мой вес упал, потом поднялся, но, конечно, я не хочу набирать, я набирать не хочу, вот. Ну, я к тому, что я специально не худела и специально не поправлялась, вот, то есть оно произошло само собой. Ну, конечно, когда худеешь, лицо становится так себе. Сейчас получше стало. Вот такая вот утренняя болталка, не знаю, выставлю или нет, слишком личная. Ну, может быть, и выставлю. Я покормила девчонки не только голубей, я и ворон покормила. У меня оставался старенький кусочек сыра, ну, как старенький, просто маленький. Я им покрошила и ещё отрезала кусочек недорогой совершенно колбаски и тоже им покрошила. И вороны были очень рады. Теперь все довольны и все сидят. Вон ворона, чей-то носок свалился на дерево и портит весь пейзаж. Ну, надо же. Я вообще не вижу, что я снимаю. Смотрите, какая прелесть. Я догадываюсь, что я всё-таки снимаю что-то. А вон ворона среди ветвей сидит. Надеюсь, видно. Ой, они все-таки довольные. Довольные урчат. И вороны присели, видите. Вон так сели и сидят. Так интересно, они вот, я наблюдала за воронами, они вот любят вот так присесть. Иногда парочками так присядут и сидят, нахохлившись. Такие хорошенькие. И вот, красавчики тоже. Ой, а тот, что среди ветвей, он вообще так, ворона-то так распушилась. Такая прям кругленькая стала, почти как мячик. Только с хвостиком и с клювиком. Смотрите. Поймала я его? Да, поймала в объектив. Поймала. 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 Субтитры сделал DimaTorzok